Вопрос не к вам, вопрос скорее всего, что здесь в городе Рафа делают. Город Рафа делают. Рецепты есть, лекарств нет. Александру Алексеевичу по закону положены бесплатные таблетки и микстуры раз в месяц. Только вот в аптеке номер 90 их выдают не чаще, чем раз в квартал. Раньше выдалась в службе спасения, сейчас инвалид второй группы. И сахарный диабет, и бронхит Александра Алексеевича врачи связывают с бывшей профессией. Если когда-то пенсионер помогал людям, сегодня помощь требуется ему. Жить-то хочется, приходится самому покупать, хотя мне и положено. А у меня не такая большая пенсия, чтобы покупать какие-то дорогие лекарства. Там 1300, это же не так может быть дорого, но их много. Оказалось, вины аптекарей и лечащего врача здесь нет. Просто сумма, которая определяется для льготников по федеральной программе, всего 570 рублей. А стоимость среднего рецепта 3000. Больные все равно получают. Когда действительно нужны показания медицинские, когда действительно нужно лечение, то в этой ситуации все равно на сегодняшний день государство, правительство, области изыскивают возможности. Кроме того, неправильно работает система закупок. А многие пациенты отказываются переходить с дорогих на более дешевые препараты. Даже несмотря на то, что это аналог. С тем же составом и свойствами. В последнее время, отмечают специалисты, жалоб на обеспечение лекарствами становится больше. Время идет, все меняется. И меняются требования, запросы, меняются поставщики, меняется сама структура лечения, сами препараты. Поэтому эти изменения необходимы. И мы как раз собираем. Наша цель и задача собрать всю информацию. Полученные в ходе проверок данные систематизируют. Отчет отправят в департамент Вологодской области. Также представители партии «Единая Россия» планируют подготовить обращение в Государственную Думу по изменению законодательства в области льготных лекарств. А осенью череповецкие аптеки снова ждет плановая проверка.